Добрый день! Я Андрей Бриш, тренер учебного центра Bosch, высшее техническое образование Киевский политехнический институт, 14-летний опыт работы диагностом в сети Bosch Autoservice и дилерской СТО BMW, 10-летний опыт работы тренером в учебном центре Bosch. Сегодня мы с вами рассмотрим диагностику инжекторов системы Common Rail, их демонтаж и монтаж. Прежде чем перейти к критической части нашего короткого обучения, давайте познакомимся с устройством систем Common Rail, принципом работы инжектора Common Rail и его диагностику на автомобиле. Это не займет много времени и даст вам возможность принимать верное решение при ремонте автомобиля. Итак, начнем! Система впрыска Common Rail является современной системой впрыска топлива дизельных двигателей. Работа системы Common Rail основана на подаче топлива к форсункам от общего аккумулятора высокого давления, топливной рампы. Common Rail в переводе означает «общая рампа». Применение данной системы позволяет достигнуть снижения расхода топлива, токсичности отработавших газов, уровня шума дизеля. Главным преимуществом системы Common Rail является широкий диапазон регулирования давления топлива и момента начала впрыска, которые достигнуты за счет разделения процессов создания давления и впрыска. В системе используется непосредственный впрыск топлива, то есть дизельное топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. Система Common Rail включает в себя «Электронный блок управления 1», «Топливоподкачивающий насос 2», «Топливный фильтр 3», «Датчик температуры топлива», «Топливный насос высокого давления 5», «Клапан дозирования топлива 6», «Регулятор давления топлива 7», «Топливную рампу 8» и «Форсунки 12». Все элементы объединяют топливопроводы. Компоненты, входящие в систему, большие части такие же, как в системе непосредственного бензинового впрыска. Работает система Common Rail аналогично, только значение давления дизельного топлива выше, чем в непосредственном впрыске бензина. Блок управления 1, «Топливоподкачивающего насоса 2», управляет его производительностью и контролирует его работоспособность. Топливный фильтр 3 предназначен для задерживания грязи и воды, которые могут находиться в топливе, защищая топливную систему от износа. Дозатор 6, клапан регулировки давления 7 и датчик давления 9 используются для регулировки давления в рейле. Рейл 8 аккумулирует необходимое для всех цилиндров двигателя количество топлива под требуемым высоким давлением. Клапан поддержания опорного давления 10 в обратной магистрали инжекторов поддерживает давление на уровне 1 бара. Это снижает пульсации давления в рейле, что обеспечивает прецензионную подачу топлива инжекторами. Демпфер пульсации 11 также снижает уровень шумов, производимых пульсирующим топливом в магистрали обратного слива. Инжекторы 12 впрыскивают топливо в камеру сгорания и управляются электромагнитными клапанами. Инжектор Common Rail может обеспечивать объемы дополнительных порций впрыскиваемого топлива от 1 до 3 кубических миллиметров. Такие объемы впрыска может обеспечить только топливная аппаратура, изготовленная с точностью в 1 микрон. Для сравнения, толщина человеческого волоса составляет 100 микрон. Рассмотрим работу Common Rail инжектора Bosch. Подготовка к впрыску. Топливо под высоким давлением из топливной рейки подводится к штуцеру высокого давления 10. Часть топлива поступает в управляющую камеру через входной дроссель 11, а часть – накопительную полость иглы распылителя 7. Усилие пружины иглы распылителя 6 предотвращает открытие распылителя инжектора при недостаточном давлении. Управляющий сигнал от блока управления двигателя подается на обмотку электромагнита 8, что составляет около 20 А, и перемещает анкер клапана 3, несмотря на действия возвратной пружины 2. Электромагнитный клапан освобождает отверстие сброса давления 9 и топливо, находящееся под давлением в управляющей камере 5, поступает в обратную магистраль. После подачи управляющего сигнала достигается максимальный подъем анкера, что составляет около 50 микрон. После этого сила тока управляющего сигнала понижается до 12 А. Это так называемый ток удержания. Электромагнитный клапан открыт. Инжектор находится под действием управляющего сигнала и игла распылителя 7 под действием давления в накопительной полости открывает инжектор. Начинается впрыск топлива. Только длительность впрыска и давления в рейле определяют количество поданного топлива в камеру сгорания. Завершение впрыска. Блок управления прерывает управляющий сигнал. Начиная с величины тока, примерно 8 А, магнитный клапан закрывается и игла распылителя закрывает инжектор. Впрыск прекращается. Рассмотрим систему Common Rail легкового автомобиля с пьезоинжекторами. В качестве ТНВД используется насос ЦП-4.1. Работа системы аналогична работе Common Rail системы с электромагнитным инжектором. Подачу топлива к ТНВД-6 выполняет погружной модуль подкачивающего насоса в топливном баке 11 через топливный фильтр 10 и дополнительный магистральный подкачивающий насос 9. ТНВД ЦП-4.1 способен создавать давление топлива более 1800 бар. Подача топлива к ТНВД осуществляется при помощи дозирующего модуля, так называемого дозатора 5. Клапан регулировки давления 4 и датчик давления 2 используется для регулировки давления в рейле, как и в Common Rail системах с электромагнитным инжектором. Особенностью топливной системы с пьезоинжекторами является клапан поддержания давления 7 в магистрали обратного слива на уровне порядка 10 бар. Он необходим для правильной работы пьезоинжекторов 8. Рассмотрим их устройство и принцип работы. Пьезоинжектор состоит из трех конструктивных групп. Активатор, он же исполнительный модуль 5, это набор из пьезоэлементов, изменяющих свои геометрические размеры под воздействием сигнала управления. Модуль сопряжения, мультипликатор 4, передает усилие и обеспечивает перемещение запорного элемента сервоклапан. Сервоклапан 3, изменяя давление в управляющей камере, поднимает и опускает иглу распылителя 1. Пьезоактиватор 5, подвергаясь воздействию управляющего сигнала, напряжение которого составляет порядка 150 вольт, изменяет свои геометрические размеры. Увеличенные длины пьезоактиватора передаются на сервоклапан 3 при помощи гидравлического модуля сопряжения 4. Сервоклапан 3 обеспечивает сброс давления из камеры управления. За счет более короткого времени включения пьезофорсунок в сравнении с электромагнитными инжекторами, можно гибко и точно управлять фазами и циклами впрыска на любых режимах работы двигателя. Системы впрыска и их компоненты непрерывно совершенствуются. И только завод-изготовитель, учитывая экологические требования и экономическую целесообразность, определяет, когда и какие компоненты будут применяться в топливной системе. Так, для одного и того же двигателя автомобиля BMW, но в разное время, использовались инжекторы с электромагнитным клапаном и пьезоинжекторы. Коррекции системы Common Rail Для того, чтобы обеспечить оптимальный объем впрыска топлива каждой форсункой, несмотря на фактические отличия в размерах компонентов инжектора при его изготовлении, а также на их неравномерный износ и износ двигателя и других систем, были разработаны так называемые корректирующие функции. Типы корректирующих функций IMA-коррекция Это кодировка инжектора во время его производства или после его ремонта. Это коррекция топливной подачи инжектора с учетом отклонений производительности индивидуальной форсунки от идеальной. Реализована на основе кода инжектора, который записывается диагностом в блок управления двигателем с помощью тестера Bosch серии KTS. Все типы коррекций, которые мы рассмотрим ниже, вносятся автоматически в память блока управления в процессе работы двигателя на всем жизненном цикле его работы. Это их основное отличие от IMA-коррекции. Анализ этих коррекций позволяет точно определить причины неисправности. ВЦЦ Это контроль времени закрытия клапана инжектора. Применимы для инжекторов с тремя и четырьмя электрическими контактами в разъеме. Используется для контроля износа клапана инжектора. Коррекции моторных циклов Мар Это компенсация топливной подачи за цикл работы двигателя. Предназначена для снижения разности мгновенных угловых скоростей вращения коленчатого вала, которое возникает из-за износа двигателя или инжектора. ММА Это адаптация средних значений топливной подачи на основе анализа отработавших газов и объема подаваемого воздуха. НМК Это коррекция микровпрысков. Она предназначена для коррекции малых порций топливной подачи инжекторов с учетом индивидуальной производительности либо износа инжектора. Служит для снижения шума работы двигателя посредством множественных малых и предварительных впрысков. Рассмотрим более подробно основные виды коррекции. ИМА Мар НМК ИМА-кодирование – это программная функция, предназначенная для повышения точности дозирования топлива. Точность дозирования реализуется путем коррекции длительности впрыска каждого инжектора. ИМА-код содержит информацию о параметрах инжектора и записывается в память блока управления двигателя. Такая же процедура записи ИМА-кодов производится в СТО при установке новых инжекторов при ремонте автомобиля. В процессе работы двигателя сохраненные параметры используются для компенсации отклонений дозировки топлива на всех режимах работы двигателя. Для пьезоинжекторов характерна еще одна дополнительная коррекция – ИСА. Это коррекция напряжения управляющего сигнала. Игнорирование, кодирование или ошибочная кодировка после замены инжекторов могут привести к горению топлива с детонацией, отсутствию равномерности работы двигателя, повышение температуры в системе нейтрализации отработавших газов, а также ухудшение экологических характеристик автомобиля. МАР – это коррекция топливной подачи за цикл работы двигателя. Функция цикловой коррекции топливной подачи МАР определяет неравномерность вращения коленчатого вала на основе сигнала датчика оборотов. Чтобы стабилизировать равномерность вращения, МАР коррекция изменяет количество подаваемого топлива индивидуально для каждого цилиндра до момента стабилизации вращения. Изменение количества подаваемого топлива происходит за счет изменения длительности впрыска. Цикловая коррекция топливной подачи МАР имеет предельные границы регулирования. Как правило, граница допустимых значений для легковых автомобилей составляет плюс-минус 5 мм на ход. При выходе за пределы регулирования генерируется код ошибки. Если значение МАР регулирования имеет нестабильное показание, то и скачет между цилиндрами, то источником проблемы может являться, например, двухмассовый маховик. Проверка коррекции цикловой топливной подачи МАР. На слайде. Результат функционального теста коррекций топливной подачи. Величина коррекции для первого цилиндра составляет минус 3,5 мг на ход. Для четвертого – плюс 4 мг на ход. Причиной слишком высокой разницы топливной подачи может быть неисправный инжектор или проблема с компрессией нескольких цилиндров. Измерив компрессию двигателя, можно точно определить причину неисправности. Коррекция нулевой топливной подачи НМК-коррекция. Коррекция нулевой подачи представляет собой учет, либо адаптацию отклонений индивидуальной производительности инжекторов при малых значениях топливной подачи, что используется для формирования предварительных впрысков. Эта коррекция реализуется за счет изменения длительности управляющего сигнала на малых дозах топлива. Калибровка, то есть повышение либо понижение длительности управляющего сигнала, возможно в определенных пределах. Предел допустимых значений зависит от величины предварительного впрыска и может составлять, например, плюс-минус 0,5 мм кубических на ход, что эквивалентно плюс-минус 35 мкс по времени впрыска. Мы познакомились с устройством и принципом действия системы Common Rail. Чтобы приступить к непосредственным проверкам, необходимо обеспечить бортовую сеть автомобиля надежным источником питания. Это необходимо для предотвращения дополнительных неисправностей. Для подключения к автомобилю воспользуемся диагностическим сканером КТС. Выполним подключение диагностического кабеля к диагностическому разъему автомобиля. Информацию по его расположению можно найти в программном обеспечении. После подключения убедитесь, что диагностический сканер КТС запитан и имеет активность передачи данных по соответствующим индикаторам на его корпусе. Приступим к диагностике. Процесс идентификации автомобиля можно выполнять несколькими способами. В данном случае воспользуемся автоматическим считыванием ВИН-кода. После идентификации автомобиля для обзора общего состояния его систем воспользуемся вкладкой «Обзор системы» в разделе «Диагностика». При этом диагностический сканер получает информацию о всех доступных системах, установленных в автомобиле, а также наличие неисправности в них. Выполним подключение к электронному блоку двигателя. В памяти неисправности присутствует код ошибки. Исследуем параметры работы системы, при которой возникла неисправность. Заходим в фактические параметры и оцениваем значение ММА-коррекции топливной подачи в каждом цилиндре. В некоторых системах данные величины можно найти в разделе «Функциональные тесты». Выбираем параметры ММА по каждому цилиндру. Оценка значений производится на холостых оборотах двигателя. Для этого запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых оборотах. Оцениваем значение параметра коррекции топливной подачи в каждом цилиндре. Видим, что во втором цилиндре значение коррекции намного превышает значение в остальных цилиндрах и составляет 3 мг на ход. Для принятия корректного решения о причине неисправности нужно учитывать, что на величину ММА-коррекции могут влиять дефекты механики двигателя. Для подтверждения или исключения этих дефектов мы можем выполнить тест равномерности сжатия по цилиндрам. Для выполнения теста проверки сжатия по цилиндрам в разделе «Функциональные тесты» выбираем тестирование сжатия. Блок управления автоматически отключает подачу топлива и при вращении коленчатого вала стартером выполняет оценку его мгновенной угловой скорости на такте сжатия по каждому цилиндру. По значению этого параметра оценивается относительная компрессия по каждому цилиндру. Оцениваем результат теста. Ознакомиться с процедурой проведения теста и величинами предельных значений можно в разделе «Поиск неисправностей и СИЗ» «Системы управления двигателем». Если значение мгновенной угловой скорости коленчатого вала от цилиндра к цилиндру больше предельной разницы 7 оборотов в минуту, то принимаем решение об измерении компрессии в цилиндрах с помощью компрессографа. Еще одним способом оценки коррекции подачи топлива по цилиндрам является оценка параметра калибровки нулевой топливной подачи каждого инжектора. Данные значения автоматически рассчитываются и сохраняются блоком управления в процессе эксплуатации автомобиля. На данном автомобиле значение длительности впрыска в микросекундах можно оценить для каждого инжектора при трех разных давлениях топлива. Выполняем оценку коррекции на примере первого и второго цилиндров. Оборудование для измерения объема обратного слива инжектора Дополнительным способом определения работоспособности инжектора Common Rail на автомобиле является оценка количества обратного слива инжектора. На слайде представлен прибор для измерения объема обратного слива и комплект адаптеров для подключения к различным Common Rail инжекторам. Для измерения объема обратного слива в Common Rail системах с пьезоинжекторами обязательно должен использоваться клапан поддержания давления в обратной магистрали инжектора во время измерения. При оценке результатов надо учитывать тот факт, что у пьезоинжекторов величина обратного слива на порядок меньше, чем у инжекторов с электромагнитным клапаном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для подготовки к измерению обратного слива отключаем штуцеры обратной подачи от всех инжекторов. Блокируем магистраль обратной подачи для предотвращения утечки топлива. Устанавливаем прибор для измерения обратной подачи и подключаем его к инжекторам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выполним запуск двигателя. Измерение обратного слива началось. Время измерения определяется величиной обратного слива инжектора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Измерение завершено. Видим существенное отличие обратной подачи у инжектора второго цилиндра. Диагностика системы управления двигателя тоже показала нам ошибку по инжектору второго цилиндра. Установлено. Причиной дефекта является инжектор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если установлено, что причиной неисправности является дефект инжектора, то он подлежит замене. Информация по подбору инструмента для демонтажа инжекторов находится в специализированных каталогах и сервисных инструкциях производителя. Как правило, порядок действий для демонтажа инжекторов состоит из следующих этапов. Отключить электрические разъемы и трубки высокого давления и шланги обратного слива инжектора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Демонтировать компоненты механической фиксации инжектора. Используя поворотный механизм, обеспечить подвижность инжекторов внутри головки блока цилиндра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Используя ударный механизм, так называемый обратный молоток, извлечь инжекторы из головки блока цилиндров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обратите внимание, что при каждом демонтаже инжектора необходимо заменить уплотнительные кольца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После демонтажа инжектора видны загрязнения колодца головки блока цилиндров. Выполним его очистку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При помощи штока установим заглушки для защиты камеры сгорания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При помощи металлической щетки произведем металлическую щетку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Далее удаляем загрязнение при помощи пылесоса. Поверхность герметизации инжектора в головке блока цилиндров не должна иметь повреждений. Колодец головки блока цилиндров очищен. После оценки состояния поверхности герметизации инжектора можно выполнить демонтаж заглушки. Продолжение следует... Каждый раз при снятии и установке инжектора металлические и резиновые уплотняющие кольца должны быть заменены на новые. Так как инжектор первого и второго цилиндра имеет общую прижимную пластину, то при замене инжектора второго цилиндра обязательно необходимо заменить и уплотнительное кольцо на инжекторе первого цилиндра. Установим новый инжектор на второй цилиндр вместо дефектного. КОНЕЦ Установка инжектора выполняется в обратном порядке к демонтажу. КОНЕЦ При монтаже инжектора нужно обязательно соблюдать все требования по моментам затяжки всех резьбовых соединений. В частности, болт прижимной пластины и накидные гайки трубок высокого давления. Эту информацию можно найти в информационной системе Bosch E-Cetronic. Все моменты затяжки устанавливаются с помощью динамометрического ключа. Устанавливаем на место все разъемы. КОНЕЦ Устанавливаем магистраль обратного слива на каждый инжектор. Включаем зажигание. Повторно идентифицируем автомобиль. КОНЕЦ Удаляем ошибки, которые были записаны в блоке управления двигателем до ремонта. Выключаем и повторно включаем зажигание. Читаем ошибки. Осталась ошибка по второму цилиндру. Переходим к процедуре записи ИМА-кода нового инжектора в блок управления двигателя. Внимательно читаем и выполняем инструкцию по процедуре. Считываем ИМА-код нового инжектора. Записываем новый ИМА-код. ИМА-код нового инжектора успешно записан в блок управления двигателя. Повторно читаем и удаляем ошибки, выполняя инструкции на экране. Замена инжектора устранила неисправность в системе Common Rail. В этом коротком видео мы познакомили вас с основами диагностики и процедурой проверки Common Rail инжекторов. Подробную информацию и практические навыки вы можете получить на наших тренингах. Ждем вас в учебном центре Бош.